добрый день как слышно поставьте плюсики в чате и если слайда у вас есть отлично это очень суперски здорово ребята на сегодня очень важная тема и будет сегодня два спикера я хочу представить просто с огромным удовольствием нашего нового менеджера уровень 12 процентов ольга ягаренко из украины олечка тебе аплодисменты еще раз от всей команды присоединяйся сейчас ко мне как напарник и тема нашего сегодня семинара как сделать стопроцентный звонок ребят два блока будет первый блог расскажет ольга поделиться своим опытом как обзванивать новичков и партнеров команды и второй блог расскажу я как работать со списком знакомых договорились так оля присоединяйся передаю тебе микрофон классно я рада вас всех приветствовать еще раз повторюсь мне очень приятно говорить что со вчерашнего вечера я уже менеджер 12 процентов это отличное ощущение всем желаю таких же грандиозных ощущений скорейшего роста и ощутить вот это вот волнение от нового уровня независимо от того это уровень 3 процента либо это уровень директора и так вчера задавали чате вопрос как же мы вышли на этот уровень и как мы работаем да у нас бизнес в интернете но у нас бизнес с людьми а без личного общения построить бизнес будет достаточно сложно поэтому это общение нужно настраивать нужно настраивать мостики со всеми партнерами своей команды начинаем это конечно же общение со звонка и так прежде чем сделать звонок мы должны определить его сценарий вот вы видите на экране приблизительный план звоночек что мы зачем делаем прежде всего определяем цель звонка звонка подготовлен готовимся к нему далее приветствие представления уточнение по времени вопрос по цели разъяснение цели звонка уточнение но и уже окончательная договоренность сейчас мы рассмотрим более подробно эти все пункты переходим к цели звонка для чего же мы его совершаем и что нам нужно сообщить человеку прежде всего мы готовим информацию о человеке что нам нужно этого для этого нужно будет обработать нашу распечатку информации который мы видим в своем личном кабинете можем выслать себе на электронную почту собираем информацию о человеке в распечатке мы видим это новичок либо же у этого консультанта скоро грядет терминация по истечению либо четырех месяцев с даты последней с даты регистрации при отсутствии заказов либо по истечению 17 каталогов с даты регистрации без заказа далее смотрим спящий ли это участник консультант возможно если проходят какие-то акции по реактивации вам конечно с ним нужно будет связаться далее участник ли это акции либо акции ваулета либо эта акция для новичков стартовая программа таким образом вы будете разговаривать с этим человеком либо же у него сгорают баллы лояльности вы видите что человек допустим не активные 3-4 каталога баллы лояльности по истечении такого времени сгорают таким образом человеку нужно будет позвонить и предупредить его чтобы он не забудет свои подарочки кроме того ближе к концу каталога вы уже видите итоговый уровень заказа у человека то есть ну допустим как поступая на третьей неделе каталога когда уже более меня все заказы размещены я вызываю распечатку и смотрю такие вот пункты так как личный заказ если он приближается к уровню премьер не хватает 20-30 баллов то конечно надо об этом человеку сообщить чтобы он успел воспользоваться всеми преимуществами пример кроме того я смотрю уровень баллов набранных его группой если его отделяют от следующего уровня там считанные баллы либо небольшое количество баллов естественно об этом нужно человеку сказать и я еще хочу сказать что цель звонка определяется ну вот некоторые из этих пунктов вы можете запланировать себе звонок буквально за неделю до его совершения то есть например и либо окончание второй недели каталога либо третьей недели каталога в этом случае я обязательно звоню всем спящим всем людям которым грозит терминация всем людям которые не использовала боли баллы лояльности и которые близки к пример клубу либо следующему уровню в начале каталога это не настолько актуально поскольку люди только первые две недели активно размещают заказы то есть ну еще информация быть настолько объективно если это новичок либо проходит какая-то акция срочно которой вы хотите сообщить человеку тогда естественно приду предусмотреть заранее этот воронок у вас не получится вы его совершаете уже в течение дня с того момента как вы его запланировали далее я попросила лилю рассказать немного по распечатке поскольку в россии сейчас действуют немного другие акции чем в украине и поскольку я вижу все гости в комнате это россияне то есть вам будет доступнее объяснено лилий пожалуйста лилий эти даю микрофон быстренько быстренько плюсики ставим отлично все вижу что вы меня слышите отличное вступление оль спасибо за такое подробное начало ребят сейчас вы видите маленький кусочек распечатки и я сейчас хочу с вами немножко поиграть такую интересную игру то есть определить вот каждого человека какая цель нашего звонка будет конкретному нашему партнеру то есть я вам показываю человека новичкам конечно эти вещи наверное сейчас непонятно но вы все равно ребят смотрите потому что это будет очень близко и очень скоро и знаете чем больше вы смотрите тем быстрее глазки привыкнут и вы начнете ориентироваться во всех этих вещах итак первое у нас а стоилова валентина ребят чем нам интересен этот человек вот какая как мы можем да конечно это из личного кабинета вызывается распечатку нас есть тренинг как вызвать распечатку есть маленький видеокурс записан видео урок там буквально три минутки можете посмотреть как это сделать вот представьте вы вызвали распечатку смотрите первого человека стоил его валя вот так вот что мы ей позвоним да то есть какая цель нашего звонка то есть что мы можем конкретно этому человеку сказать пишите анюска давай давай твой человек давай пиши что ты ей бы сказала если бы позвонила может быть даже и звонила уже я не знаю помогайте ребят все уже сказала давайте вся команда работаем все потому что это очень важно понимать суть распечатки то есть если вы умеете читать распечатку это ваш бизнес листок то вы всегда будете управлять своим бизнесом не просто до видеть что у вас растут баллы или не растут а вы будете понимать как с каким человеком нужно работать не анют не жди пиши потому что у нас такая смешанная сегодня команда и новички и не очень новички время просто чтобы не терять помогай да я начинаю говорить вот смотрите ребят на что мы обращаем внимание у у валентины стоит значит с процентный уровень сейчас 6 процентов максимальный уровень 9 то есть она уже выходил на уровень менеджера и у нее сейчас на сегодняшний момент 575 баллов по команде и мы видим что она 9 каталогов уже не размещает заказа то есть у нас по правилам есть человек если не размещает заказ 17 вот здесь стоит цифра то на следующий каталог его терминируют то есть о чем можно поговорить с валей то что она на уху и ну скоро вылетит из команды а под ней огромная команда растет и будет еще лучше и скоро она станет директором как говорится да если она не возьмется за ум то просто как говорить все потеряет второй человек вертей аня посмотрите внимательно вот ее строчка много подсказочек что можно сказать этому человеку ребят пожалуйста давайте прям по-быстренькому пишите все помогаете потому что когда говорит один спикер а все остальные молчат то информация не работает так отлично 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 так пошло пошло 150 баллов то есть если анечка у нас сделает еще заказ на 11 баллов то вот эта скидка вау видите она так новенькая у нас тут мало скидка вот сейчас она у нее 343 рубля а будет примерно 700 рублей это первая тема для звонка вторая тема правильно светлый начисление то есть у аня огромные командные баллы то есть она сейчас на 6 процентах а графа где скидка пустая потому что у ани не выполнено условия то получить деньги за всю группу нужно личный заказ 150 баллов то есть доделав всего 11 баллов анечка сразу получать две выгоды первая выгода это скидка вау лета будет 700 рублей и вторая выгода это премия за работу всей команды тоже если она выходит на 9 процентов то это порядка двух тысяч рублей еще будет дополнительно премия прикольно да то есть мы с вами должны этому человеку просто помочь напомнить может быть забылась закрутилась иногда бывает невнимательно делают заказы не замечают что суммарно баллов меньше следующий человек у нас на такие вас евро ситуация примерно как ували да то есть мы видим что давно не делала заказа командные есть баллы а личных нету то же самое у телегины валентины согласно только что мы еще можем сказать вот именно сегодня завтра и в субботу этим девочкам которых стоят 9 9 5 7 4 это пропущенное время когда люди не размещают заказы что мы можем еще сказать чтобы смотивировать вернуться в команду продлить свой дисконт правильно акция для спящих если они сейчас у нас делают заказ на 750 рублей то им сразу же вкладывают в подарок шампунь манга жжоба и манга 400 миллилитров объемом вообще такая халява знаете вот анечка ты позвонила этим людям олик 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 линска отвечает тебе на вопрос вот смотри если человек вышел на 9 процентов и допустим сам бросил но под ним команда не бросит ребят а вы понимаете если вот есть люди в команде вот например григорьева наташу мне кажется ты сейчас нет в комнате но ее точно никто не остановит потому что человек влюбленный в продукцию она уже никогда не остановится и будет продолжать дальше ну по крайней мере заказывать для себя и своих близких то же самое настики рюшина да и она тоже очень влюбилась продукцию всегда будет делать заказ то есть если даже сам человек вот как в этом случае бросает то команда под ним начинает развиваться если человек в какой-то момент вот сейчас вы себе ему позвоните скажете валь хватит дурака валять ну ты посмотри какая жизнь тяжелая а мы потому мы тебе помогаем по тобой команда растет возвращайся дурында да вы знаете других слов просто не могу подобрать вернись начни разбираться это же простой бизнес ты же видишь что тебя никто не напрягает не заставляет ничего делать специально хочешь делай мы будем помогать не хочешь но ты просто очень много теряешь может быть кто-то из этих людей и вернется кто-то останется лежать на этом на печи жевать калачи так молодец светочка то есть видно сразу что у нас до уровня 6 процентов не хватает всего 14 баллов то есть да наташа доделывается командой то есть не самой надо добивать а надо посмотреть команде кому позвонить ксюши агаповой кати калугиной ковалева и римки то есть сказать им что у них лежат шампуньки на их номере уже зарезервированных подарок его нужно просто забрать поставьте плюсики кто это понял и вот таким образом мы всю распечатку промониторим опять же кирюшина тоже всего 111 баллов доделать до 150 и она сразу получит вау лето 700 рублей то есть сейчас у нее 200 а будет 700 поняли да все я передаю микрофон олечке давай оля дальше расскажет подготовились распланировали кто по какому вопросу кому звоните и дальше как говорите что говорится расскажет ольга я снова с вами поставьте пожалуйста в чате и как у меня снова слышите отлично итак мы выяснили по какому вопросу мы звоним человеку ну для начала мы должны ему конечно представиться возможно вы у кого-то конечно записаны в телефоне конечно мы партнеры мы друзья я думаю у меня в телефоне очень много номеров моих партнеров записан соответственно я у кого-то тоже записано ну естественно этому человеку представляться не будете ну кроме того в распечатке еще процента 80 людей которые ваш номер телефона еще не знают естественно нужно представить я представляю здравствуйте меня зовут ольга и агурин 12 процентов я ваш командный менеджер ари флейн скажите пожалуйста возможно вы меня сейчас хорошо слышите я совсем совсем пропадаю или местами пробиваюсь хорошо значит меня слышно мы работаем с разной категорией людей это могут быть и мамочки в депрете у которых детки спят в обед это могут быть и студенты у которых пары до трех часов дня стало быть нужно учитывать то время когда человек может с нами разговаривать либо не может то есть после представления мы сразу уточняем у человека если у него пару минут для разговора после этого мы формируем так называемый мостик доверия то есть мы не прямо в лоб начинаем человек чтобы человек ну прочувствовался к вам вы чтобы вы нашли общие точки соприкосновения поверьте с кем угодно можно их найти в основном это мамочки в декрете у нас ну практически процентов точно есть детки то есть общая тема это девочки детки здравствуйте мама в декрете и по профилю вы видите если у человека колясочка соответственно это наша аудитория наша родная душа кроме того есть студенты в прошлом и все студенты тоже можно найти точку соприкосновения у меня в команде наверное процента 50 это бухгалтера либо работающий либо в декрете то есть я сама бухгалтер до декрета надеюсь я больше не буду но до декрета я была бухгалтером ну стало быть опять же общая тема часто попадаются бывшие консультанты арифлей но это уж совсем родственные души мы можем найти точки соприкосновения сто процентов кстати я немножечко сейчас уйду от темы оговорюсь вот это вот мостик доверия он очень важен и в работе с каталогами просто общение с людьми приведу такой небольшой пример я недавно хвасталась в чате пришла в занесла каталог в новую фирму как оказалось мы с ними работали фирмами так сказать пока работала на своей работе я им звонила и общались то есть мы как бы заочно были знакомы разговаривали говорю у меня ребеночек я в декрете сейчас она улка хорошо и у меня девочка пять лет разговаривали захотят мне подарить мыло просто подарок просто добавила к прошлому заношу в этот раз каталог она ну в принципе человек не сильно напрягся она просто показала каталог еще одно или двое двум своим знакомым в итоге у меня заказа на 46 баллов и по поводу водички они обещали позвонить в конце теле то есть мостик доверия важен где возможно общайтесь людям очень важно то что они общаются не с роботом не просто с каким-то менеджером белым воротничком что не общаться с человеком это человеческий бизнес и так мостерия у нас 100 переходим по целям и разъяснениям зачем же мы звоним нашему человеку и так вы представились пару минут рассказали о себе выслушали то что вам скажет представитель на на том стороне провода и начинал я звоню познакомиться естественно для того чтобы построить отношения вы должны знать и о партнере и партнер должен стать о вас и так если вы общаетесь новичком сказываете о себе и задаете вопросы у него чем он занимается какие у него интересы ну как правило человеку о себе человек о себе может рассказывать очень долго и очень много я думаю вы обязательно найдете общий язык после этого либо рассказом уже об новичку либо рассказом о программе лояльности но об этом есть отдельный тренинг я не буду на этом заострять внимание далее вторая тема на которую можно поговорить с партнерами это но и акции допустим недавно у нас украине прошел мега форм я знаю что в россии он прошел немного раньше я буквально к монитору прилипла в это время потому что как правило в таких вот и формах очень много новой информации дается в россии это зашла акция в аулета которая сейчас действует в украине немножечко поменялись условия сотрудничества ну естественно эти все изменения были в лучшую сторону после этого я просто села не на телефон и ну кому я не дозвонилась того я добила эсэмсками меня сама настолько переполняли эмоции и насколько это важно в первые я сейчас говорю прямо мурашки по коже я переживаю снова этот момент очень важно передать эмоционально то что я получила вот с экрана с экрана монитора все эти новости я передаю не просто информацию я передаю эмоции я передаю вот это вот вау события что действительно появилась вот такая обалденная акция девочки вы знаете что это так ну это вот это даже самых самых спящих будет и хорошо будоражит я поймешь это точно далее так мы рассказываем об акциях кроме того работая с распечаткой вы видите о баллах лояльности в распечатке есть стык где указаны накопленные баллы если вы видите что эти баллы более сотни и допустим человек не активен 3-4 каталога естественно у нас баллы лояльности действуют 4 каталога после этого не сгорают человек может забыть об этом может просто не знать разные ситуации обязательно человеку вы знаете у вас же есть баллы лояльности вы знаете о программе лояльности нет вы забыли вы не слышали давайте я объясню вы знаете что баллы можно обменять на подарки и какие-то подарки если человек в курсе вы ему просто об этом напоминаете если не в курсе вы всегда на подготовке есть файл который вы ему сбросите либо в контакт либо в одноклассники либо другую социальную сеть skype где угодно любом электронном варианте далее если вы видите по распечатке что человек и близок пример клубу для россии это 150 баллов для украины это 65 баллов и вы видите допустим человеку не хватает там ну 20 баллов естественно об этом нужно позвонить и сказать человеку насчет россии я сейчас точно не могу сказать какие-то премии бонусы баллы от 150 баллов но уверена что это действительно того стоит чтобы этого добиться для украины мои девчонки знают что это и скидка 50 процентов на продукты любой из следующего каталога это и возможность заказа 5 льготных каталогов и участие пример кубе возможно заказа по дополнительному каталогу бизнес класс то есть это точно о чем стоит человеку сказать и скорее всего это человека заинтересует 90 процентов что человек заинтересуется и обязательно сделает заказ относительно туда же и следующий вопрос увеличения скидки в аулета насколько я понимаю для этого нужно набрать или на количество баллов со следующего уровня начинается увеличение скидки процентном каком-то соотношении кроме того за дней 4 до окончания каталога мы можем мониторить баллы возможно человеку не хватает совсем чуть-чуть до нового уровня либо же до его подтверждения мы знаем что за новый уровень и за его подтверждение мы получаем еще премию в украине это называется энергия роста в россии насколько помню это называется турбо рост то есть начиная с 12 процентов мы получаем премию за этот уровень кроме той скидки который мы получаем объемной кроме объемной скидки которые мы получаем за группу естественно люди у нас работают и хотят зарабатывать какого это человека не заинтересует дополнительная скидка дополнительная премия дополнительные бонусы этот звонок всегда оправдан и стоит его делать сейчас я еще скажу насчет такой классной возможности как повестка в анталию кто еще в этом не в курсе я думаю что все таки я повторюсь компания арифлайн предлагает нам в следующем году менеджер посетить анталию на четыре дня бесплатно для этого нужно выполнить совсем немного достигнуть уровня 15 процентов для россии и 18 процентов для украины по баллам это практически одинаковое количество баллов и удержать этот уровень кроме этого выполните требования по кюрикрутам кюрикрут это человек который новый консультант который прошел первый шаг стартовой программы таким образом мы можем полететь следующем году в анталию я туда очень серьезно планирую полететь я думаю что многие представители моей команды тоже были бы не против там оказаться таким образом мы звоним человеку либо же напоминаем об этой акции если есть у него уже какие-то шаги сделаны в этом каталоге ну если мы хвалим за это человека и помогаем ему и информационно и своими новичками мы естественно помогаем достигнуть иного уровня и количество кюрикрутов кроме того есть еще такой неприятный момент как терминация номера об этом конечно нужно сообщить консультанту в украине терминация проходит через 17 каталогов после регистрации в россии насколько я поняла после 10 если отсутствует один заказ если я не права насчет количества каталогов поправьте меня пожалуйста в чате да тоже 17 хорошо смотрите человек год назад заинтересовался проектом уже не просто так заинтересовался он возможно даже что-то начал делать ну сложились обстоятельства он потерял интерес изменил место жительства потерял контакты всякое бывает всякое в жизни случается вот сейчас вы ему позвоните и скажите послушайте но ведь у вас уже допустим уровень менеджер вы уже не просто так начальный новичок консультант вас под вами уже группа она уже работает вы уже можете получать доход ну я не буду сейчас за время скажем 100 долларов не могу сказать сколько там ваши новички какая у них какой у них уровень и какой возможность дохода но тем не менее вы уже можете всего-то надо включиться в работу я думаю что это подействует на человека таким образом вот так вот мы объясняем человеку почему мы ему звоним и что мы именно хотим ему сказать кроме этого независимо от того сколько длится разговор либо он длится пять минут либо вы общаетесь полчаса в конце разговора нужно уточнить убедился убедиться что человек понял суть разговора и переспросить его пожалуйста правильно ли вы меня поняли что я вам хотелось сказать что вы будете делать ближайшее время какие ваши планы какие ваши первые шаги на достижение этих планов кроме того всегда в конце разговора я дуб человеку информацию я ему говорю сейчас все что я вам продиктовала все о чем я вам сейчас рассказала я вам сброшу в электронном варианте и уже уточняю куда человеку удобнее это получить либо это на электронку удобно либо мы с ним списываемся в контакте в одноклассниках facebook skype как удобно люди некоторые воспринимают информацию визуально некоторые через слух лучше воспринимать информацию возможно ему придется вернуть еще к этому завтра послезавтра лучше чтобы эта информация была продублирована и так я кратенько вам объяснила как я общаюсь с новичками и со своими уже стабильными партнерами в конце я вам еще скажу что мы сейчас я прошу прощения один момент в конце мы подводим то к чему же мы пришли либо если это новичок мы договоримся договариваемся с ним перейти в skype либо находим друг друга в социальных сетях либо мы разговаривали с человеком по поводу терминации либо того чтобы добрать некоторое количество баллов значит мы договариваемся о размещении заказов когда вам удобно будет разместить заказ как вам помочь давайте я сброшу видео ролик о размещении заказа либо давайте я сброшу ту же программу лояльность чтобы вы смогли себе подобрать подарок если вы договорились об участии в акции вы планируете его прохождение со своим консультантом партнером если это анталия у нас лиля и оля мальцева насколько я знаю делают общий план для каждого тогда вы уже планируете на длинный промежуток времени либо это акции которые действуют в теперешнем тогда вы с ним договариваетесь да вот вам надо значит на 25 баллов сделать заказ к примеру отлично вот успеть его пожалуйста сделать до 5 числа потому что у вас 5 числа истекает энный день после сначала действия акции ну вот в этом плане кроме того если вы договаривались человеком об обучении о посещении тренингов уточните ему удобно посетить в это время тренинг хорошо отлично я вам скидываю ссылочку либо я вам скину ссылочку за 10 минут до начала тренинга удобно удобно отлично кроме того если человек уже сделал первый заказ мы с ним договариваемся о начале обучения школе предпринимателя вы знаете насколько это отличная школа нас кто-то дает хорошую ступеньку для дальнейшего роста и отличный толчок много очень информации и она отлично и очень хорошо помогает продвигаться в проекте о начале обучения мы договариваемся возможно через показ экрана мы подписываем человека на это обучение либо же он сам себя подписывает вы за этим просматриваете и таким образом он уже развивается далее в проекте в начале квалификации на ту же анталию вы договариваетесь и с партнером и партнера вы вводите на вышестоящего спонсора и спонсор уже более детально вводить его в курс дела если вы может быть какие-то моменты еще не учли либо же не особо уверены в них и так у нас очень много было возможностей поговорить с человеком это только основные моменты по которым проходит скажем 80 процентов общения 20 процентов это ситуационно определенной ситуации когда требуется моментальный звонок и необходимо тут же решить вопрос и так я на сегодня уже закончилась что хотелось сказать спасибо вам большое за внимание очень рада была выступить уже в новом качестве менеджер 12 процентов еще я себя раз похвалю спасибо вам большое за внимание всего доброго до свидания да если будут вопросы я с удовольствием готова на них ответить я подожду минутку если есть вопросы если нет я отдаю микрофончик лили да ольга жду вопрос спасибо 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 у меня в комнате присутствует два новых партнера моей команды девчонки молодцы уже хорошо разбила разбираются в ситуации тренинг будет только на пользу сколько потелось времени чтобы дойти до нынешнего уровня ну честно скажу в проекте я уже более года но к обучению я приступила не сразу пожалуй месяца три я еще я еще принципе даже и заказ не делала я месяца три думала мое ли это или не мое и потом начала обучать еще девочки я конечно уйду от темы я бы достигла этого уровня намного раньше если бы не занималась самодеятельностью у нас есть алгоритм работы и я уже в который раз убеждаю что есть алгоритм и у надо следовать о нем уже столько шишек набили и столько грабли уже поломано на этом алгоритме не надо уходить в сторону если бы не занималась самодеятельность не пыталась построил как это говорят изобрести колесом все было бы намного раньше согласна если еще есть вопросы я с удовольствием отвечу если нет я передаю микрофон лиле естественно спонсор сажал роль в моем ситуации спонсор это лиля это наш общий спонсор это оля мальцева и не спонсор но все девчонки кто нас команде которые параллельных ветках моей ветки выше ниже мы все друг другу помогаем у нас нет никакой закрытой информации что каждый себе по понемножечку где-то друг другу на ушко что-то шепчет и передает какие-то секреты у нас все вообще у нас общая информация общий котел да у нас у всех одни спонсоры вся информация идет сверху вниз при звонке бывает и бросают трубочку не посылали к счастью никогда максимум просто бросали трубочку но в такой ситуации естественно что ну все спасибо человеку что он сразу расстался с точки над сэкономил мое время и деньги на телефоне спасибо вам за внимание отдаем микрофон спасибо огромное оль шикарно раскрыла тему я прям такая радостная на позитиве мне самой было очень интересно тебя слушать вы знаете по поводу бросает трубку или нет хороший вопрос задала по мукате жердева ребята чтобы люди трубку не бросали то сначала важный момент это мостик доверия то есть если вы человеку звоните всегда только чтобы узнать сколько он баллов сделает заказ как да сколько он людей зарегистрировал то есть если вы интересуетесь только техническими моментами насколько человек большой или маленький делает вклад в вашу команду то конечно же ну будут бросать трубки если вы выстроите человеческие отношения для вас будет на первом месте стоять сам человек то у вас трубку бросать никто не будет поверьте мне очень часто знаете какие моменты я ну замечала в своей жизни я и хожу к людям же просто с каталогами очень много общаясь и прихожу именно приглашать людей в бизнес я никогда не говорю с людьми сразу о каталонии то есть я создаю такую ситуацию такую почву в разговоре когда люди начинают меня сами просить лили а ты каталог принесла а есть какие-нибудь новинки лили а ты чего ничего не рассказываешь про арифлейм то есть сейчас уже ну я понимаю что это очень здорово если вы ставите на первое место человеческие отношения все меня услышали ребят и то же самое в бизнесе и в общении с клиентами и в бизнесе и с партнерами это самое самое главное да то есть спросите как дети все ли в порядке дома если вы знаете что у человека есть работа спросите как на работе там может устала там наташ может устала ты я не вовремя звоню я знаю какая у тебя тяжелая работа то есть нужно быть всегда на стороне человека и сейчас тоже маленький примерчик приведу два примера по разговору когда я звоню новичкам новичкам то есть они меня совсем не знают и допустим я звоню и говорю анна здравствуйте меня зовут лилия донскова я лидер команды проекта карьера онлайн и у нас есть такая традиция я звоню новичкам знакомлюсь да ну создаю такие вот хорошие отношения чтобы вы знали кому можно обратиться за помощью ребят ключевая фраза у нас так принято или у нас такая традиция в команде что я звоню новичкам и знакомлюсь запишите себе эту фразу прямо на карандаш возьмите потому что если традиция если так принято то знаете как бы ну человек отнесется в основной своей массе человек вообще в принципе адекватен то он скажет ну конечно это традиция как я могу это пропустить это первое второе по поводу человечности смотрите вчера у меня была такая ситуация даже она была не вчера то есть она вот то есть была такая ситуация когда я пришла принесла каталог человеку незнакомому отдала в канцелярский магазин просто каталог брать не хотели но я как всегда говорю что это ну не я я не причем меня компания заставляет я вынуждена это делать вот я прошу просто чтоб каталог полежал один день а завтра я его заберу я забираю каталог потом что я делаю приношу потом следующее то есть я никогда не отдаю сразу то есть я не делаю так что я отдала каталог и тут же даю след ну то есть забрала и я не даю следующий сразу то есть я говорю все отлично спасибо вам огромное будет новый каталог я тоже вам принесу хорошо все я ухожу через несколько дней я уже приношу новый каталог то есть это еще раз как бы человеку так значит нарисоваться на глазах то есть чтобы он привыкал к нам потому что некоторые люди очень осторожно относятся к новым знакомствам согласны со мной то есть да люди немножко напуганные как вот если к ним в их зону пространство кто-то влазит они очень неохотно принимают людей поэтому нужно чтоб люди к вам привыкли я приношу второй раз каталог знаете беру тоже неохотно я делаю то же самое третий раз и знаете когда я уже уходила я всегда говорю комплименты я улыбаюсь порхаю говорю рада вас снова увидеть это вам посмотрите наслаждайтесь картинками там есть ароматизированные странички и всегда говорю если вам что-то нужно будет знаете можно сделать заказ я вам помогу знаете я уже хотела уйти вдруг меня эта девушка юлия она кликнула меня и спросила а у вас есть пробники я говорю пробники чего она парфюма а какой парфюм то есть я выяснила что она хочет принесла ей тут же пробники в этот же день и вот интересный был момент как мы с ней тестировали аромата то есть я знаю что человек просто запутается если много ароматов и у нас уже пошло дело что уже третий пятый пошел я говорю так юль дело не пойдет у нас же нет никакой спешки что для нас с вами важно чтобы вы выбрали такой аромат от которого будете балдеть правильно она да я давайте таким образом поступим я нанесу на бумажечке аромат мы их подпишем чтобы не перепутать и вы их будете ну два дня они точно будут держаться и вы их потихонечку какие то утром будете вдыхать как я всегда говорю что аромат это как платье его нужно тоже примерить походить в нем да почувствовать мой это аромат или не мой я говорю у нас же нет спешки нам важно чтобы вы остались довольны чтобы вам этот аромат приносил кайф да она такая да мы с ней все подписали она сама подписывала бумажечки я вовлекла в этот процесс нанесли парфюм отдельно мужские разложили отдельно женские через день она мне вчера позвонила и говорит лиля я определилась и вот вчера она сделала покупку две туалетных водички ребят вот то есть всегда к человеку нужно относиться очень очень внимательно договорились с вами то есть это очень просто есть такое правило относитесь к людям так как вы бы хотели чтобы они относились к вам тогда у вас все будет круто услышали меня поставьте смайлики красивые я возьмусь за мою любимую тему приглашение знакомых работа со списком есть есть ответный сигнал от вас поэтому готовы ребят вопрос к вам скажите пожалуйста у кого написан список знакомых у кого прям есть такая тетрадочка она так и называется список моих любимых знакомых и там пронумерованные есть странички все по номерам и записаны все все люди которых вы знаете дряхленькая есть у меня тоже есть первая же моя тетрадочка который мне дал валентин розовенькая такая классная девочки на девочки на прям такой смотрите ребят многие люди часто мне говорят что я со своими знакомыми работать не хочу вот часто это не хочу да они будут они у меня все не такие да и так далее ребята вы знаете если вы не позовете своих знакомых их позовет кто-то другой я их позову а не позовет оли его ринг потому что мы активные мы зовем всех подряд и своих и чужих нашему бизнес строим да и знаете будет очень обидно если вы как это говорить если вы не позовете то вы потом можете об этом пожалеть а знаете как тяжело локти кусать очень тяжело поэтому я вам рекомендую сделать первый шаг первый шаг это написать список знакомых прямо сейчас открывайте тетрадочку у вас будет задание две минутки на скорость кто больше напишет но сначала мы с вами разберемся какие могут быть категории наших знакомых давайте так то есть сначала список категорий пишем прям в чате то есть какие категории знакомых вы знаете давайте я начну а вы будете быстренько кто быстрее помогать родственники друзья одноклассники бывшие или если вы школьник то сейчас помогаете ребят однокурсники с кем учились раньше или сейчас учитесь коллеги по работе или бывшие коллеги потому что если вы меняете работу в течение жизни там на одной поработали немножечко на другую перешли по каким-то обстоятельствам то у вас же отношения с кем-то из прошлых коллег остались по крайней мере контакты их есть еще кто ну-ка быстренько помогаем все сейчас заодно проверю кто работает у меня кто сидит просто в комнате друзья одногруппники родители по садику школе супер продавцы ребят все продавцы у меня клиенты в основном все продавцы в ближайших магазинах парикмахеры то есть да сфера обслуживания стоматологи врачи парикмахеры маникюр педикюр где мы делаем друзья друзей еще есть какие варианты то есть друзья друзей это работа по рекомендациям это уже более глубокая тема такая самая супер интересная моя любимая если вы посещаете какие-то семинары то там тоже нужно обмениваться до контактами с людьми чтобы потом можно было позвонить пообщаться на добавится в соцсетях и уже потом пригласить к себе в команду и так сейчас ваша задача начать писать список знакомых просто пишите так цифра 1 фамилия имя или имя ирина соседка с пятого этажа фамилию не знаю вот у меня такая ситуация контактный телефон не знаю ничего страшного оставь место потом узнаешь например там лаура продавец овощей то есть знаю что это лаура она стоит в разделе овощи телефону пока не знаю но она моя знакомая потому что я могу к ней подойти сказать здравствуйте лаура да помните я вас всегда покупаю вкусные помидорки яблочки и так далее ребят сейчас время пошло две минутки кто больше напишет список пишите быстрее сейчас у меня на часах 15 45 начинайте строчить вот для этого есть этот тренинг свет поэтому ты сейчас делай все как я говорю вопросов вопрос твой мы разрешим да однозначно олечка потом клиенты нас становится очень большая часть у меня процентов 30 моих клиентов стали партнерами потому что однозначно предложив вам один раз каталог завязав это каталог нам принципе это для того чтобы познакомиться пообщаться с человеком и выяснить его цели в жизни да может какие-то пожелания в жизни то есть каталог это мостик мости который нам так непринужденно позволяет познакомиться и пообщаться у меня кстати очень многие люди через каталог стали друзьями то есть мы не просто стали да вот такие выгодные отношения так они еще стали настолько дружескими такими кому приятными что просто радостно видеть этих людей так еще минутка у вас пишите все главное правило вы никогда ребят никогда не решаете за людей будут они работать или нет надо им это или нет нам не платят деньги за то что мы боги нам не платят деньги за то что мы там решаем что этот человек достоин бизнеса а этот нет нам компания арифлейм платят за то что мы даем информацию мы просто вот знаете ребят у нас бизнес называется информационный мы когда вот ип оформляем у нас написано подача и на предоставление информационных услуг от компании арифлейм то есть мы не продавцы мы не распространители мы люди которые информируют а информация на сегодняшний день это самый дорогой и самый ценный продукт на рынке так время истекло пишите пожалуйста кто у кого сколько людей получилось списке оль у меня тоже теперь все меня знают я начала каталоги раздавать по нужде как говорится меня это для того чтобы укрепить спину мне врач сказал надо много ходить а я же не могу просто так одно дело делать я не могу просто так идти бесцельно и я стала раздавать каталоги и общаться встречу с кого-нибудь познакомлюсь подружусь и у меня теперь тоже или клиенты или общаемся я знаю что они потом станут клиентами или они уже знают как меня найти когда если им что-то понадобится они мне звонят пишем сколько у кого получилось людей в списке вот прямо сейчас которые вы писали что-то не вижу цифры ну человек 15 20 должны были успеть за две минутки написать алё так 10 17 супер еще кто сколько написал быстренько считаете а я сейчас покажу правила как я писала список как меня учили то есть 16 смотрите ребят то есть у вас уже объем работы на 2 на 3 дня есть потому что проработать список знакомых надо в первую очередь прямо научились немножечко знаете опыта поднабрались уже ориентируйтесь там ссылку где взять куда человека отправить уже можно браться за список то есть ну да кому то комфортно сразу я например такой человек вот мне если что-то понравилось первое что я знаю я звоню у меня несколько подружек таких моих таких вот давних давних доверия стопроцентно как родня я сразу звоню наташа слушай такую тему нашла интересную вика привет слушайте деньги нужны там маш привет то есть я обзваниваю в первую очередь своих друзей с ними поделиться быстрее чтобы во первых их никто не увел потому что думаю если информация пришла то может они еще от кого-то ее получат чтобы они были именно вот ну со мной ребят что только три человека писали список задание было для всех 16 человек в комнате так не честно вы же себя ущемляете вы время тратите свое ребят смотрите как нужно писать список во-первых нумерация во-вторых рядом смайлик потом фамилия имя или имя просто откуда знаю человека контакт его если есть и потом вместо оставляете написать результат а для чего нужен смайлик вот вы же боги да все думаете ой это не надо у этой трое детей она не пойдет это муж ей не разрешит ой а это богатая а у этого свой бизнес то есть вы боги вы все порешаете и я предлагаю поиграть в интересную игру вот нарисовали смайлик допустим думаете петров сосед снизу ну не знаю он вроде неплохо живет ну и не очень общительный ну не знаю пойдет не пойдет ставите такой равнодушный смайлик то есть просто черточка Иванов продавец ой ну этот весь в продажах он весь в бизнесе своем он с утра до ночи там торгует торгует у себя в ларьке его не вытащишь оттуда точно никогда то есть он сто процентов откажется решили за Иванова Сидоров друг весельчак общительный бабник супер он точно пойдет у него столько девчонок знакомых и ставите такой смайлик с улыбкой понятно плюсики поставьте следующий шаг расписали всех начинаете приглашать как приглашать ребят правило приглашаем на ноль информации ноль это значит ноль это значит что вы ни слова не говорите про Арифлейм почему потому что давайте так что для вас значит слово Арифлейм до того как вы уже с нами познакомились узнали что Арифлейм это крутой бизнес что вы раньше думали об Арифлейм честно только кто думал что это распространение продукции показ каталогов бегать дня с сумками по клиентам кто так думал да все в основной своей массе где-то 95 процентов даже тех кто уже у нас в команду да записан люди я думал задолбал этот Арифлейм да мне знаете мне вчера девочка одна написала Лиля меня так задолбали эти Арифлеймщики что я уже не выдерживаю психика не это не выдерживает но я уж подумала если уж иду в Арифлейм то хотя бы к знакомой пойду вот решил тебя найти меня так задолбали эти Арифлеймщики я так смеялась вообще все человек не выдержал решил сдаться вот и многие люди все не пойдут если вы скажете идем в Арифлейм они вас пошлют на три веселых буквы и не самые лучшие буквы поняли поэтому как мы приглашаем мы говорим человеку следующий текст если вы ему пишите в социальных сетях то пишете если звоните то звоните то есть если вы звоните то говорите привет Маша у тебя есть минутка я по делу звоню или я по делу пишу Маша скажи тебе нужны деньги или скажи тебе нужен дополнительный доход Маша да конечно а что делать нужно супер Маша я знала что ты согласишься я знала что тебе это нужно поэтому я тебя приглашаю на презентацию Ехать никуда не надо, все будет в интернете. Примерно презентация идет минут 30-40. Тебе когда удобно? В 14 или в 20? Ребята, успеваете за мной? Привет, у тебя есть минутка? Я по делу пишу. Да, тебе нужен дополнительный доход? Да, что нужно делать? Обычно люди там... Да, что это? Да, это Арифлейм там? Это не Арифлейм, надеюсь? Отлично, я тебя приглашаю на презентацию в интернете. По времени 30-40 минут. Тебе когда удобно? И предлагаем вилку. Ребята, есть такое понятие в психологии вилка. Есть вилка цен, есть вилка предложения, есть вилка времени. У нас вилка времени. То есть мы человеку даем выбор без выбора. Спрашиваем, тебе когда удобно? В 14 или в 20? То есть я не говорю тебе, когда удобно и жду. Он говорит, мне удобно в 15. Ребята, в 15 уже нет презентации. Она у нас проходит два раза. В 14 часов и в 20. Пусть он выбирает. Да, человек будет думать, что это он рулит. То есть вы как бы, да, вы рулите, на самом деле человек думает, что это он рулит, а вы под него подстраиваете. То есть человек чувствует себя хозяином. Очень важно, когда вы разговариваете по телефону, прежде чем звонить, оттренировать звонок до идеала. Что такое идеал? То есть вы ведете разговор полностью вы. Вы не передаете микрофон. Что значит, вы управляете разговором? Интервал между вашими словами, предложениями не более двух секунд. Если интервал 3-4 секунды, то все, человек перехватывает микрофон, то есть он начинает рулить разговором. Услышали? То есть ни в коем случае нельзя мямлить, забыть слова. То есть начало репетиции. Я, например, могу это даже ночью. Разбудите меня. Я вам от зубов вообще любую презентацию расскажу. Любой текст без интервалов. Сейчас расскажу вам, как это называется, тренинг, маленький тренинг, как себя тренировать, говорить четко, красиво, без слов паразитов. Кому нужно поставить восклицательные знаки? Обалденный тренинг, сама в него часто играю, особенно раньше я себя учила говорить красиво, чтобы речь лилась стройно, чтобы не было пробелов таких, как а, и, но, и, ну, и, ну, и, ну, вот этих вот, чтобы не было каверзных слов. В речи есть обалденный тренинг. Сейчас будем вместе пробовать. Я вам сейчас рассказываю принцип, потом вы все у себя делаете и пишете в чате, как у вас получилось. Договорились? Суть такая. Вы сейчас глазками начинаете смотреть в одну сторону своей комнаты. Ну, допустим, цепляетесь за какую-то вещь, предмет, и начинаете, ну, говорите, что это за предмет, переводите глазки, медленно ведете глазами по комнате, то есть не прыгая с предмета на предмет, а просто двигаетесь, не пропуская все предметы. Как это выглядит? Я сейчас буду рассказывать на примере своей комнаты. Колонка висит серая, красивая, три кнопочки, рядом сердечко. Это моя дочка сделала из бумаги красного цвета и желтого. Рядышком светильник, он очень удобный, потому что крутится лампочка во все стороны. Провода идут к мышке и компьютеру. Рядышком стоит календарь, мы его заказали после мега-форума. Подбирали фотографии с Мишей весь вечер. Дальше у меня стоит карточка Тинькофф, ручки лежат на столе, телефон, блокнот, компьютер, веб-камера висит. И висит моя карта мечты, на которой показаны картинки, о чем я мечтаю, проставлены даты, когда я это получу. Ребят, поняли? А теперь вы и пробуете. Ребят, то есть нужно говорить. Сначала, как получается, сначала зависаешь, забываешь даже некоторые предметы, как называются. Мямлишь, а-тянешь. Вообще просто, знаете, такие смешные истории можете себя на видео записать и потом посмотреть. Или на диктофон. Послушать, как вы говорите. Ребята, это так смешно. Потом становится все легче, легче, легче. Речь начинает длиться просто как вот, я не знаю, как из рога изобилия. По-другому назвать не могу. Самое интересное, что происходит в этот момент. В момент тренировки происходит самый важный скачок квантовый, о котором все люди мечтают. Это называется «отключается мозг». Мозг отключается, и вы перестаете думать, и речь льется на автомате. Это особенно супер, когда вы хотите стать спикером, хотите научиться проводить шикарные презентации, когда вы хотите научиться говорить с людьми, рассказывать истории красивые. Это помогает просто феноменально. То есть зависов не будет. Речь будет литься, даже если вы не выспались, вы устали. Вот вы знаете, меня посадите, вот разбудите ночью, посадитесь перед презентацией. Я тут же ее расскажу. Потому что у меня уже на автомате речь начинает литься очень четко. Смотрите, мы с вами поговорили первый текст. Вы сейчас дома тренируетесь и пишите мне в чате, что у вас получилось. Получилось у кого-то гладко, красиво рассказать все предметы или были зависы? Кому весело стало? Да, Анюта, точно кто это во мне так красиво разговаривает? Тебе с кошками весело. Ребят, кто попробовал? Так, мы по времени чуть-чуть ограничены, потому что ко мне сейчас едет Оксана Григорьева. И я так чувствую, что сейчас ее уже побегу встречать. Так, никто не написал. Если хотите стать профи, ребят, все, используйте, что даем. Тренируйтесь, не ленитесь. Это по времени в день. Ну, пять минут. Просто пять минут потренировались, расслабились, поговорили сами с собой. В транспорте едете, можете в голове проговаривать, что вы проезжаете, и все эти слова быстренько-быстренько проговаривайте. Так. Сейчас расскажу, Свет. Вот, ты говоришь, человек, да, человек говорит, мне в 14 удобней. Окей, я тебе пришлю ссылку для входа на вебинар. Скажи, куда тебе удобнее, в социальных сетях отправить или на e-mail? То есть, если мы говорим по телефону. Если мы уже переписываемся, то уточняем, что я тебе прямо сюда пришлю ссылку на презентацию. Договорились? Дальше. На презентацию тебя не видно, не слышно, только в чате можешь писать. Сдавай все интересующие тебя вопросы. А после презентации, ребят, ключевое слово, я позвоню тебе, и мы обсудим детали, да, связи. Все, точка. Ребят, вот по телефону, если вы звоните, весь этот текст занимает примерно по времени где-то 40 секунд, максимум минута. То есть, если вы звоните по сотовому телефону, то вам выгодно сэкономить свои деньги и просто быстренько проговорить вот этот текст. Привет, Ольга, у тебя есть минутка, я по делу звоню? Да, отлично. Скажи, пожалуйста, тебя интересует дополнительный доход? Ольга говорит, да. Отлично, Олечка, у тебя интернет есть? Есть. Супер. Слушай, я тебя приглашаю на презентацию в интернете. Она по времени занимает всего 30-40 минут. Тебе когда удобно послушать? В 14 часов или в 20? Время московское. Ольга говорит, 14. Отлично. Оль, я тебе пришлю ссылку для входа на вебинар. Тебе где удобнее, в Одноклассниках или на почту электронную? В Одноклассниках. Отлично. За 15 минут до начала скину и позвоню еще раз, напомню. На презентации тебя не будет ни видно, ни слышно. Там будет чат, я тебя буду там ждать. В чате можешь писать, задавай все интересующиеся вопросы. А после презентации я позвоню тебе. Я позвоню тебе и обсудим детали. До связи. Все, ребят, и кладете трубку. Сколько вот сейчас это заняло? Ну, прям 30-40 секунд, не больше того. Сколько можно в день сделать звонков, ребят, своим знакомым? Да хоть сколько, да? Было бы желание. Ребят, как пригласить тех, кто уже знает, что ты в Арифлейм и не проявили интерес? Как приглашать будете? Кто знает? Ответ на этот вопрос. Не знаете? Сейчас я вам расскажу. Если человеку время неудобно, ни 14, ни 20, у нас всегда есть выход из этой ситуации. Мы ему даем презентацию посмотреть в записи или лучший вариант знакомим с менеджером в скайпе. То есть вариант Света. Вот, допустим, Свет, ты звонишь человеку, он уже знает, что ты в Арифлейм, и он говорит, это Арифлейм. Ты говоришь, нет, это не Арифлейм. Деньги нужны? Отлично. Слушай, я тебя познакомлю с одной девушкой, она предприниматель, очень активно вообще строит бизнес, и вот добралась до нашего города. Тебе когда удобнее? Опять же, вилку времени. Тебе когда удобно? Во вторник или в четверг? Человек говорит, в четверг. А в четверг во сколько? В 12 часов или в 15? В 15. Или там вечером, или в 20 вечера? Человек говорит, в 20 вечера. Супер. Давай, выходи на скайп, я тебе скидываю мой логин, добавляй меня. Вот, ребят, ни слова про Арифлейм. Спрашивает Арифлейм, не говорит. Вы знаете, сколько людей потом сказали спасибо? Спасибо тебе, что ты не сказала, что это Арифлейм, потому что я бы не пришла. Я бы не пришла. Свет, мы не в Арифлейм людей зовем. Арифлейм это компания-партнер. Это компания бизнесом, с которой мы гордимся, с партнерством с ней. Мы зовем к себе в команду, мы зовем людей быть управленцами интернет-магазинах, хозяйственных товаров. На что обижаться, скажи мне? Она-то думает, что Арифлейм это распространяет. Ты же ее не зовешь распространять. Я всегда так делаю. Вот меня научил туровский спонсор. Никогда не говори слово Арифлейм, потому что люди не знают, что такое настоящий Арифлейм. Они знают вообще микро, какой-то там мизер, что это такое. Ерунду они знают. Поэтому не бойся, не бойся, не обидеться. Знаешь, на обиженных воду возят. Свет, а потом, знаешь, а я вот на тебя обижу, что ты меня не позвала в бизнес. Арифлейм, Арифлейм, а сама бизнесом занимаешься. А в бизнес не позвала. Вот я на тебя и обиделась. Ребят, есть вопросы на этом этапе? Есть вопросы? Верно, Анечка, верно. Ты вот так, да? Я позвала так Наташку свою, Муцкову. Она мне в лоб говорит, это Арифлейм? Я говорю, нет. Она говорит, не врешь, не вру. Привела в офис. Она говорит, ты сказала, не Арифлейм. Я говорю, это не Арифлейм. Знакомься, это Туровский. Он тебе сейчас все расскажет. Она с ним разговаривала полтора часа. Потом полтора часа я сидела в офисе, изучала маркетинг-план. Мы уже вешались от нее, просто уже и чай попили, и все кофе выпили, все плюшки съели. Она с серьезной мордой сидела этот маркетинг вдоль и поперек, заваливала нас вопросами. Три часа спустя она сказала, я согласна. Понимаете? То есть человек понял, что Арифлейм – это не распространение продукции. Так что выбирать вам, бояться дальше терять своих знакомых или попробовать отрепетировать звонок и начать делать. И все, других вариантов нет. Либо вы делаете, либо не делаете. Либо беременная, либо нет. По-другому не бывает. Нельзя быть чуть-чуть беременной. Либо ты поверишь в этот бизнес-свет до конца. Вот прям вот, знаешь, врубишься на 100% и скажешь, блин, ну реально, это же потрясающие возможности. Здесь могут зарабатывать люди. Любые абсолютно. И дети, и инвалиды, и пенсионеры. А уж нормальные, полноценные люди. Так и сам Бог велел им сюда идти работать. Где они еще столько денег могут заработать? Я других вариантов не знаю. Вот. Ребят, сразу после презентации вы звоните и задаете один из вопросов. Что ты об этом думаешь? Или спрашиваете. Оль, ну как, у тебя наверняка есть куча вопросов, да? У меня просто самой была куча вопросов, когда я все это поняла. Поняла. Или, Оль, ну ты поняла, какой это размах? Оль, ну ты теперь въехала, что это суперкрутой бизнес. Ты поняла это или нет до сих пор? То есть, понимаете, здесь очень много будет зависеть от того, как вы позвоните. Если вы будете бояться, что человек вам скажет, я же тебе говорил, что в Арифлейме меня не зови. Если вы будете бояться, то да. Если вы позвоните с таким напором и сразу прям конкретно, Оля, какое твое решение? Ты поняла, что это очень серьезный бизнес? Оль, ты поняла, что у тебя нет обратного пути? Кто меня услышал сейчас? Ребята, оставьте плюсики. Так, есть, есть. Очень важно, знаете, как я вот с такой же наглой мордой раздаю каталоги. Я себе решила, что вот этот район, где я живу, это мой район, а я участковый консультант. И я заботюсь о красоте моих людей, которые здесь в округе живут, работают и с кем меня сталкивает жизнь. Я за них отвечаю, понимаете, как участковый врач, как учитель в школе. Это мой класс, это мой район, я его должна обслуживать по высшему разряду. Я здесь хожу как хозяйка, просто они меня знать не знают, но мое поведение, понимаете, моя улыбка, мой взгляд, то, как я захожу. То есть я не нагружена сумками, я иду красиво, у меня в руках каталог, сумочка маленькая, красивая. Я одета с иголочки, маникюр, педикюр, платье самое красивое, макияж, косичков на плиту. Все, я иду как королева. И, ребята, я иду, улыбаюсь, просто, знаете, как это, до слез, до слез радостно, что я это осознала, потому что мне тоже было одно время, период, когда я стеснялась и боялась. Но, опять же, это мои боязьки были, я просто решила, что мне они не помогают жить, а только мешают. Я их решила убрать. Ну и все, я их убрала и решила, что я здесь буду красавицей и буду всех делать тоже звездами. Знаете, как говорит Марина Стромова, если ты звезда, то твоя задача, чтобы вокруг тебя были звезды. Вот, эту миссию я сейчас и выполняю, чтобы все были красивые, ухоженные, да, классные, чтобы у всех был свой бизнес, шикарный, элегантный, такой красивый. И вот я эту задачу и выполняю. Все, этот момент прошли. Ты знаешь, Наташа, вот именно когда я стала так себя вести, вот с наглой мордой, знаешь, что мне люди сейчас говорят? Я вот вчера зашла в магазин, Алексей там хозяин, такой дядька смешной, познакомились с ним угарным. Я пришла калькулятор дочки покупать на экзамены, а он вышел из своей бендешки, а у него пузо, и на пузе расстегнута пуговица. Я ему тыкаю в это пузо и говорю, у кого пупок наружу, тот купался в грязной луже. Ну и там все упали со смеха, знаешь. И я такая говорю, мне зовут Лили, он такой, Алексей. Я говорю, очень приятно. И даю ему каталог, и говорю, Алексей, буду заботиться о вашей красоте. Вы знаете, он два раза, два раза он никак не успевал заказ делать, все ему некогда, то поставки, то одно, то другое. Захожу к нему вчера и такая говорю, привет, красивый мужчина. Он такой, о, здравствуйте, я ему протягиваю каталог. Он такой, нет, вот вы мне просто скажите, какой классный аромат. Я открываю каталог, я говорю, о, тогда я вам другой каталог покажу. Я достаю новый каталог с Димой Биланом, открываю, говорю, вам этот. Он такой, когда принесете? Я говорю, в среду, на следующей неделе. Ну, на следующей неделе. Он такой, окей, деньги сейчас отдать. И это не первый случай. Все, понимаешь, что если есть доверие, он меня не знает. Он не знает, где я живу. У меня просто зашел человек с улицей. Он знает, что меня зовут Лиля, если помнит, конечно. Он, деньги сейчас отдать? Я говорю, нет, потом. Как принесу? Да, ребят, все зависит от вашего внутреннего состояния. А это надо тренировать. Понимаете, можно остаться на одном уровне, какой у вас есть сейчас, и ничего не менять в своей жизни. Течь по течению. Если вас это не устраивает, то начните просто дрессировать себя, преодолевать страхи. Вот просто преодолевать, да, вот двигаться, развиваться, делать маленькие тренировки. Страшно звонить, а вы берете и звоните, пусть первый раз, второй, третий, вы будете нести чепуху. Люди вас будут посылать, но вы так и тренируете, что вы потом станете профессионалами. Это как, знаете, как чемпионы мира. Смотришь на фигурное катание, как они там летают, тулупы крутят, да, вообще вот такие чудеса творят, сальто. Смотришь на них, думаешь, классно, молодцы. Ребят, сколько они тренировались, чтобы такой тулуп крутануть, и не упасть, и не убиться. А сколько раз они падали, убивались, ломали ноги, руки, коленки разбивали. Так, ребят, сейчас дверь открою, подождите. Знаете, как говорится, мы видим только уже результаты, говорим, о, круто, это так легко открутить тулупы. Да, вот, и вы сейчас слушаете, говорить, как она легко говорит, да это она просто такая. Ребята, мне было очень тяжело. Я вообще человек деревенский, я очень стеснительная, росла, как второй ребёнок в семье, всего настроя. То есть, да, на мне очень много всего было. Выгоднее быть или старшим ребёнком, или младшим. В среднем всегда, как говорится, достаётся по полной. Я всегда была очень такая, ну, забитая девочка. И мне, чтобы стать вот такой говорливой, открытой, общительной, ну, потребовалось очень много тренироваться. Очень много. Я книги читала, я выполняла разные упражнения. Нет, Ань, в среднем хуже всего быть. Поэтому, ребят, вы знаете, вы, может быть, смотрите и думаете, я так не смогу. Вы сможете. Вот вы сможете, я вам сто процентов говорю. Потому что, вы знаете, я была на мегафоруме и видела, вывозят людей на сцену, вывозят, ребят, на инвалидных колясках. Люди были с костылями, да, инвалиды, то есть, видно, ДЦП у людей. И если они смогли, то есть, достигли того, что их на сцену пригласили, их поздравили, то, значит, вы точно сможете. Ребят, действуйте, делайте, у вас всё получится. Смотрите, если вот знакомый ваш послушает презентацию и ему не понравится, как вы думаете, мир рухнет? Вообще, произойдёт что-то страшное, землетрясение или вообще, я не знаю. Нет, конечно. Самая ваша задача, вы дали информацию, вы должны всегда оставаться в позитивном состоянии. То есть, самое главное, я позитивно настроен, независимо от того, что он скажет. Просто поблагодарите. Если человек вам говорит, нет, мне это неинтересно, я же тебя просил, не зови меня в Арифлейм. Это значит, что он невнимательно слушал. Невнимательно, просто. Поэтому вы ему говорите, спасибо тебе большое, что дал возможность познакомить тебя с новым направлением в бизнесе. Благодарю тебя. И, пожалуйста, да, если ты знаешь кого-то, кому было бы интересно подработка или основной заработок в интернете, пожалуйста, дай мне их телефоны или контакты, я с ними созвонюсь и тоже дам им информацию. Только не говорим свое видение, пусть люди послушают это с первоисточника. Берете рекомендации и действуете по той же схеме. То есть, звоните людям и говорите, здравствуйте, я от Ивана Ивановича. Это есть такая присказка, в анекдотах раньше было. Волшебное слово. Я от Светланы Гагариной. Я от Анны Бубновой. Я от Виктории Безумовой. Все, это открывает все двери, человек вас уже слушает. И, ребята, никогда не ждите от человека то, чего ему не свойственно. Потому что вы же никогда не будете ждать томатного сока из фруктов, таких как лимон. Поэтому, да, послушал человек, если он не согласился, это ничего абсолютно не значит. Может быть, это просто, ну, не его, он не готов. Он, ой, как это сказать? Ну, просто ему пока время не пришло. Просто не пришло время. Оно обязательно придет, и тогда этот человек будет знать, что вы в этом бизнесе. И он к вам обратится. Если до него дойдет, то есть его достанут эти консультанты Арифлейм, задолбают. И он скажет, ну, что я к чужим пойду, лучше уж я пойду к Светке Гагариной. Она хоть моя знакомая, хоть не обманет. Вот, ребят, я вам желаю 5 регистраций в день. Вам лично, вашей команды. И чтобы из них 5 бизнес-партнеров были в каждый каталог. Не все люди будут активными, но чтобы 5 приходили, энергичные, веселые. Люди, которые хотят перемен, хотят развиваться. Ищите, как говорится, дорогу осилит идущий. Вопросы остались, ребят? Вопросы остались? Если вопросы есть, пишите. Если вопросов нет, то я вам скажу такую вещь сейчас, классную. Домашнее задание. Первое. Проработать распечатку и прозвонить всю свою команду, используя те принципы, о которых говорили мы сегодня в первом блоке. Оля говорила о них очень подробно и качественно. То есть не даем людям лишнюю информацию, чтобы разговор был короткий, четкий, динамичный и продуктивный. Следующее домашнее задание. Написать полный список знакомых. То есть пролистайте все свои фотоальбомы. Посмотрите свои телефонные книги, записные книги. Вспомните, где вы работали, учились, с кем вы пересекались по жизни. Вам с этими людьми сейчас задание. Первое. Записать их и начать обзванивать по схеме, которую я дала. Это ваше второе задание. И третье. Тренируйте речь. Ребят, потому что наше дело попугайское. Надо уметь говорить. А научиться говорить можно. Три задания выполните. Поставьте плюсики, кто будет выполнять задание. То есть кто берет на себя обязательство, что я это сделаю, я хочу и я сделаю. Супер, спасибо огромное. Вы самые лучшие, самые чудесные, замечательные. Спасибо вам за то, что вы развиваетесь, за то, что вы не в болоте, а лезете из болота и тянете других людей. Потому что это очень интересная жизнь. И я очень сильно жду вас в директорской команде. И я просто желаю, у меня уже лапы мои горят, обнять вас, зацеловать на банкете директоров в Анталии, в Турции. Я вас всех жду, ребята, не складывайте лапы, не получается. Прийти вперед, звоните спонсору, говорите, у меня не получается. Ну, полагай мне, говори, что делать, может, я что-то не так делаю. Пробивайте, вы знаете, как все на свете можно пробить. Особенно, когда это на добро идет, на созидание, на развитие. У вас все получится. Я верю в вас. Вы у меня, потому что самые-самые классные. Я вас обожаю. Спасибо всем. Улыбаемся и пашем. Девчат, до встречи. Бери Туровского. Пока-пока.